В Узбекистане впервые состоится конкурс космических программ НАСА. Учёные, дизайнеры, программисты, предприниматели и представители многих других специальностей правят свои способности в устранении барьеров для доступа к космосу и науке. Каждый октябрь в течение двух дней International Space Apps Challenge собирает участников со всего мира. Space Apps предоставляет открытые данные НАСА, давая командам возможность использовать эти ресурсы для решения реальных проблем на Земле и в космосе. НАСА прислала нам 22 направления. Это освоение Венеры, освоение Марса, освоение глубокого космоса. НАСА и наши организаторы от Узкосмоса провели отбор. Сейчас участников где-то 250 человек. Отбор был жёстким. Дети должны были знать IT-направление, знать математику, физику, астрономию обязательно. Цель наша — раскрыть потенциал нашей молодёжи, найти ту молодёжь, которая интересуется космосом, интересуется науками и техническими проблемами, которые связаны с аэрокосмической сферой. И именно в этом нам помогает этот хакатон. Потому что задачи, которые здесь стоят, они касаются космической биологии, или касаются дистанционного зондирования Земли, или, скажем, это может касаться образовательных моментов. Судейство проходит по стандартам НАСА. Есть пять категорий. По каждой категории выставляются баллы. Будут три команды победителя. И ещё две команды. Мы хотим от себя, от Узбек-космоса, тоже как четвёртую-пятую команду, сделать импризером. Это будет сюрприз. Хакатон главным образом учит работать сообща. Творчески подходить к задаче и опираться на критическое мышление. Главная миссия — использовать интерес молодых людей для поощрения роста и разнообразия навыков нового поколения учёных, технологов, дизайнеров и инженеров. Сейчас мы решаем задачу, где у нас дано радиус вращения международной космической станции и траектория полёта космической пыли. Мы должны определить, на какой области они находятся, и составить 3D-модель. Мы сейчас работаем над этим. Несмотря на то, что ряд задач требуют технических познаний, в проектах есть место даже для гуманитариев, например, писателей и художников. Ведь метазадача данного Хакатона — устранение барьеров для доступа к космосу и науке.